И снова здравствуйте, ребята! Вы, наверное, замечали, что все санатории, дома отдыха, профилактория и так далее располагаются преимущественно в сосновых барах. Почему? Да потому что сосна обладает очень сильными бактерицидными свойствами. И сам воздух, по большому счету, сосновый барах, он целебный. Из сосны очень много производных используют, в медицинских целях используют кору, корни, хвою. Но сегодня мы хотим поговорим непосредственно о шишке. Вот такой вот симпатичной сосновой шишке, о том, как ее правильно собирать. И как из нее можно сделать варенье. Кстати, очень-очень вкусно. Оставайтесь на нашем канале. Думаю, будет интересно. Собирают шишку только в сухую, ясную погоду. Все дело в том, что в процессе роста шишки у нее на поверхности образуется очень много полезных веществ. Одно из самых главных – это тонин. Так вот, по этой же причине шишку собирают в перчатках. Все дело в том, что даже перед приготовлением варенья шишку просто ополаскивает. Весь остальной, ну, будем говорить так, мусор при первом закипании, он просто снимается вместе с пеной. Это, знаете, как с виноградом. Виноград возьмите, помойте. И вина с винограда уже не получится. Получится сок, компот, все, что хотите. Но никак не вино. Так же и шишку. Ее надо собирать в сухую. Шишку собирают в экологически чистых районах. Желательно подальше от всяких дорог и промышленных предприятий. В данном случае мы в Краснознаменском районе. Это 160 километров от города. Думаю, куда уж экологичней. Ребята, если бы вы знали, какой стоит запах, даже несмотря на ветер. Все дело в том, что вот это вот вообще все поле, оно все в чабрице. Вот эта вот травка, вот это вот, это чабрец. И вот тут все-все-все поле и запах настолько устойчивый. Повторюсь, а даже ветер не сдувает его. Вот такими кучками. И его вы даже не представляете сколько. Девчонки уже приступили к сбору. Уже даже что-то пособирали. Смотрите, сколько ее. Вот. Вот уже ведерки. Так что рекомендуем. Самое главное не упустить время сбора шишки. Ее обычно собирают где-то с середины мая. И до летнего солнцестояния, как говорят старые люди. Дальше шишка становится уже большая. Напоминаю, ее собирают, чтобы она была не более 4 сантиметров. Для того, чтобы в варенье она была мягонька. Очень-очень вкусная. Кстати, в варенье противовоспалительные свойства имеют очень большие цинга. А все болезни полости рта, когда вы шишечку жуете, в общем-то, очень-очень полезный продукт. Рекомендуем настоятельно запастись. Вот такие они красивенькие. Вот такие они здоровские. Итак, мы дошли до варенья. Рецепт самый простой. От наших девчонок кулинарок. Можно сказать, от грибной банды. Шишки. Перебрать, убрать все поврежденные. Убрать мусор. И просто сполоснуть. Пропорция самая простая. Килограмм шишек. Килограмм сахара. Литр воды. Все. Ничего сложного. Шишки перебираем. Заливаем водой. Закипают. 20 минут кипятим. Снимая пену с мусором. И снимаем. Даем остыть. Как правило, наши девчонки оставляют на ночь. На следующий день повторяют процедуру. И так, раза три-четыре. В зависимости от размера шишек. До тех пор, пока шишки, сами шишки, не будут мягенькими. Вот такая вот она липкая. Поэтому надо собирать в перчатках. Вот тут вот на поверхности, в этой вот смоле, самые-самые полезности. Все до смешного. Просто, ребята, вы получите очень вкусное и очень полезное варенье. Кстати, хранят его в холодильнике. На мой взгляд, самая-самая полезность в варенье, это то, что содержащийся в шишках танин, он помогает восстанавливать клетки после инсульта. Именно нервное окончание в голове, именно помогает работе мозга. Служит как профилактика инсультов. Также рекомендуется употреблять во время восстановления от инсульта. Только, ребята, обратите внимание, то, что слишком много, ей тоже нельзя употреблять. Утром, вместе с утренним чаем, взяли, скушали две ложечки. И все. Заряд бодрости на сутки вы уже получили. Ребята, оставайтесь на нашем канале. Мы будем время от времени делиться с вами, нашими рецептами, всем тем, что знаем мы. Всем большое спасибо. Вот пока ходил, кино снимал, сейчас пришел, на меня кричат. Коля, вот сейчас я б***ть с шишкой в лоб, знаешь, есть такое? Шишки собирает, сука, песенки поет. Я уже четыре шишки на него извела.